Покемон Го Эту обаятельную жёлтую белку зовут Пикачу. Он один из покемонов, забавных карманных монстров, придуманных японской компанией Нинтендо. Не узнали? Значит вы не смотрели мультик про покемонов в начале 2000-х годов. Благодаря которому они и стали популярны в России. В игре Pokemon Go можно встретить 151 монстра. Очень необычная механика. Отсидеться дома на диване, подтягивая колу из трубочки, не получится, нужно ходить своими собственными ногами по реальным улицам. Для определения местоположения приложение использует GPS. Покестопы это раскиданные по карте точки, на которых игроки в Pokemon Go получают нужные для игры предметы. Например, покеболы для ловли покемонов. Когда рядом появляется монстр, нужно нажать на него, а затем швырнуть твари шариком прямо в лоб. Чем точнее попали, тем больше опыта дадут. Как искать покемонов? Очень просто. В правом нижнем углу экрана есть подсказка, которая показывает, что кто-то из монстров есть рядом. Игроку нужно ходить по улице и надеяться, что кто-то из них рано или поздно появится рядом. Также в подсказке можно выбрать нужного вам покемона и следить за количеством следов рядом с ним. По идее, чем он ближе, тем меньше их будет. Но в случае с приложением для Android функция почему-то не работает. Пойманных покемонов можно и нужно прокачивать. Главный в показателях крутости Combat Points или сокращенно CP. Чем больше цифры, тем больнее ваш покемон будет бить своих соперников. Зверушки прокачиваются при помощи специальных конфет. Для каждого покемона существует свой тип сладостей. Игрок получает три конфеты, когда ловит покемона, и одну конфету, когда избавляется от ненужной твари. Одновременно с этим используется другой ресурс — звездная пыль. Ее игрок получает после поимки покемона и во время некоторых других событий. Если скормить покемона сразу много конфет, то он эволюционирует. Например, всем известный Пикачу превратится в крутого и сильного Райчу, а легендарный Слоупок превратится в забавного Слоубро. Некоторые монстры эволюционировать не могут вообще. С помощью конфет можно лишь увеличивать их количество Combat Points. Некоторые эволюционируют всего один раз, а какие-то могут сделать это целых три раза. Бытует мнение, что скоро обезумевшие ловцы покемонов заполонят все здания вокруг церкви, отделения полиции, здания администрации и даже прокуратуру. На самом деле ничего подобного. Можно ловить монстров, не заходя в здание. Они определяются на карте в 50-70 метрах от игрока. А вот на полигоны и военные базы лезть точно не стоит, иначе потом придется ждать своего заветного Пикачу, сидя в камере. Зато в игре есть другой плюс — с помощью Pokemon Go вполне реально похудеть. Сидя дома на диване, никаких успехов в Pokemon Go добиться не удастся. Игра заставляет игроков ходить, чтобы искать покемонов, собирать предметы на покестопах и воевать с другими игроками в специально отведенных местах. Кстати, один из предметов, который можно получить на покестопах — это яйцо покемона. Чтобы оно вылупилось, нужно поместить его в виртуальный инкубатор и пройти определенное количество шагов. Чем круче покемон сидит внутри, тем больше придется шевелить бедрами. В игре есть 2, 5 и 10-километровые яйца. Может случиться такое, что прогуливаясь по парку, вы встретите целую кучу людей, которые сидят на месте где-нибудь под деревом и ловят покемонов. На самом деле они не взломали игру, просто кто-то разместил здесь специальные модули, приманивающие монстров. На покестопе можно разместить штуку под названием Lure Module. После этого на полчаса точка превращается в место появления редких покемонов. Так можно ловить по 3-4 сильных редких монстра раз в несколько минут. Найти покестоп с активированным модулем очень просто. Ищите на карте урагана с фиолетовых листьев. Устраивать дуэли с другими игроками пока нельзя, но можно присоединиться к одной из трех команд и вместе грабить караваны, в смысле захватывать стадионы. Стадионы или джим – это специальные места, в которых покемоны могут сражаться друг с другом. Сражения бывают двух типов. Если зал принадлежит вашей команде, то это дружеские битвы, повышающие престиж. Чем больше престиж, тем круче зал, тем больше покемонов в нем можно разместить. А еще зал можно отжать у другой команды. Для этого нужно одержать столько же побед, сколько вражеских покемонов находится внутри. После этого вы сможете разместить в нем своего собственного покемона, окрасив точку в цвет своей команды. Как видите, ловля монстров – это лишь часть игрового процесса в Pokemon Go. На самом деле тут все гораздо интереснее. Несмотря на английский интерфейс, освоив механики игры можно за 10-15 минут. Это всего лишь обычное развлечение, и в нем нет ничего плохого до тех пор, пока она не превращается в зависимость. Субтитры создавал DimaTorzok